Мегаполисы все ближе подкрадываются к обсерваториям, и Пулковское не исключение. Но засветка ночного неба от большого города — это полбеды. Мешают работать нашим астрономам еще два фактора. Первый — это значительная облачность. В Петербурге наблюдать за звездами можно всего 150 дней в году. И сегодня, кстати, один из таких. Второй фактор — это устаревшее оборудование. Например, этот телескоп в Центральной башне уже музейный экспонат. Но еще 30-40 лет назад на нем можно было делать открытие мирового уровня. Центральная башня Пулковской обсерватории еще несколько десятилетий назад — одна из ведущих площадок по изучению космоса. Сейчас несет исключительно экскурсионную миссию. Сегодня через телескоп здесь можно увидеть Венеру. Но астрономы Ивана Живановича больше интересует звезда по имени Солнце. Ее изучению он посвятил 4 года. В свободное время ученый проводит экскурсии для детей, рассказывает об истории обсерватории и как работает один из старейших телескопов. Здесь предусмотрен специальный часовой механизм, который с помощью этой ручки заводится. Дальше отпускается вот этот стопор, и сам механизм начинает двигать телескоп вокруг вот этой наклонной оси. В ней кроется небольшой секрет. Это ось параллельной оси вращения Земли. Она выстраивается под широту места наблюдения, и таким образом телескоп точно следит за звездой. Он делает один оборот вокруг этой оси за 23 часа 56 минут. Вершину Пулковской горы под обсерваторию, кажется, выбрала сама природа. Именно отсюда в 19 веке десятки географов пошли по империи, чтобы узнать, где же начинаются русские земли, а где заканчивается вот тот самый Пулковский меридиан. 180 лет назад с него начались все наблюдения и фундаментальные исследования. Но мировую известность обсерватории принесли каталоги положения и передвижения звезд и галактик в пространстве. Труды Василия Струвы применяются до сих пор. Именно наши астрономы первыми научились определять скорость вращения больших планет, подтвердили фрагментарность колец Сатурна, обнаружили солнечное образование. И это только часть передовых открытий. Работа на Пулковских высотах кипела, и, кажется, вся Вселенная вращалась вокруг наших ученых. У пулковских ученых становится все больше космических знакомств. Это автограф Квазара, одной из гигантских звезд. До нее, шутит астрономы, рукой подать несколько миллиардов световых лет. Блекнуть звезды в телескопах Пулковской обсерватории начали с распадом Советского Союза. И буквально до этой недели в ее будущее уже никто не верил. Но звездные войны между девелоперами и учеными закончились обсерваторией быть, причем на прежнем месте. Об этом коллективу сообщил лично глава города. На встрече с астрономами Александр Беглов рассказал новую концепцию развития Пулковской обсерватории. На ее базе открыт мощный всероссийский комплекс по обработке астрономических данных. Идти вперед, идти перспективой. Город в этом заинтересован, чтобы Пулковская обсерватория развивалась. Нам этот центр нужен, этот центр компетенции, этот центр академической науки. Это получение новых знаний. Да, это не телескоп за несколько миллиардов рублей, о котором мы можем пока только мечтать. Но в нынешних непростых экономических условиях для Пулковской обсерватории это спасение. В будущем этот всероссийский центр должен быть включен в мировую сеть астрономических центров и отвечать современным запросам научного мира. Это не мощные дорогостоящие телескопы, а компьютеры и линии связи, которые будут подключены к международной сети. Получается, страны объединяются и, что называется, всклачено оборудуют современную лабораторию. На месте работают инженеры, а астрофизики удаленно передают им задания. Эта сеть должна быть подцеплена в единую вот такую вот мировую сеть. Вопрос входа в эту мировую сеть, участия, это вопрос уровня государства. Потому что для того, чтобы стать участником Южноевропейской обсерватории в Чили, сколько надо, Юрий Юрьевич, вступительный взнос там? 100 миллионов евро. Пока это только мечты, но чтобы шагнуть в завтра, сегодня уже необходимо наладить этот механизм и объединить все исследовательские центры страны под крышей именно Пулковской обсерватории. В 20 веке здесь были сделаны десятки открытий. В 21-м началась новая история для астрономической колыбели страны. И главное событие она уже пережила. Пулковская обсерватория останется. Пулковская обсерватория. Мария Евсюкова, Тульсбор.